Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Друзья, присоединяйтесь к нашему марафону в поддержку медиаслужения Слова Благодати. Мы нуждаемся в вас, в ваших молитвах и финансовой поддержке. Для того, чтобы сделать пожертвование, пройдите по ссылке, указанной на экране. И пусть Бог благословит ваши добрые сердца. Добрый день, друзья. Вновь с вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, вопрос относительно профессии опять возвращается к нам. Можно ли христианину работать адвокатом? Профессия очень интересная, хорошо оплачиваемая, но много есть границ, где приходится защищать преступника. Как вот вообще это место, ли это для христианина быть адвокатом? Это очень сложная профессия, как и многие другие. Мы живем в сложном мире и, конечно же, очень много сложностей, когда мы соприкасаемся с разными аспектами этого мира. И в том числе, конечно, адвокат, он больше пересекается с разного рода сложностями. Но мы в Библии не видим никакого запрета, во-первых, на то, чтобы заниматься этой профессией. Если у нас нет оснований объективного, если мы посмотрим на косвенные основания, то, на мой взгляд, если человек может заниматься этим служением честно, вернее, этой работой честно, то это даже очень нужная работа. Причем по отношению к любому человеку, если только он это делает честно. Ну, например, когда мы говорим о том, что адвоката поставили к тому, чтобы он защищал преступника. Вот когда он защищает преступника, он не защищает его в его преступлении, а он следит за то, чтобы судебный процесс был честным. Вот если он может подойти так, что судебный процесс, который ведут прокуроры, судьи, другие люди, которые там, что он делается честно, что там нет злоупотреблений, что там нет каких-то манипуляций, махинаций и так далее. Вот в этом отношении он тогда выполняет свою роль, что человек получит честное наказание, наказание, соответствующее его преступлению. Вот. Или же другая ситуация. Например, человек грешник, но адвокат защищает его в той ситуации, в которой он прав. Здесь то же самое. Адвокат, он… Мы-то все люди грешники. Один где-то более явно грешит, другой менее явно грешит. Но всё, что адвокат делает, адвокат может подойти и сказать, вы его можете обвинить в других вещах, может быть, он в этом и виноват. Но в этом факты говорят, что он не виновен. И здесь нет ничего греховного или ничего зазорного. Опять-таки я подчеркну, если это делается честно. К большому сожалению, конечно, очень часто конструкция настолько сложная, что людям сложно там быть честными. И иногда человеку приходится идти против своей совести. И вот здесь уже каждому, кто претендует на эту или желающему выбрать эту профессию, было бы полезно познакомиться с христианами, адвокатами, посмотреть на их сложности, на плюсы, на минусы этой профессии, задать конкретные вопросы, как часто вам приходится идти на сделку с совестью, или встают ли вообще такие подобные ситуации. И уже исходя из этого сделать вывод. У меня есть знакомый адвокат хороший, так он говорит, что очень часто сложные дела уже решены. И происходит просто определенная игра уже на судебном процессе. То есть, в принципе, мы тоже здесь участвуем, получается, в этой игре. Где-то там он все равно уже склоняется к этой игре. Он склоняется уже к тому, что решено. Ну, это, на мой взгляд, это все равно зависит от позиции адвоката. Если адвокат подходит даже в том деле, в котором он понимает, что там какие-то люди влиятельные, влиятельные, может быть, деньги, или еще там какие-то силы, которые определяют, или они имеют вес в том, чтобы решить дело определенным образом, то судья, конечно, если он посчитает, что у него есть силы и дело это стоит того, у него может быть благородная миссия хоть каким-то образом продемонстрировать то, что то, в чем обвиняет данного человека, в действительности несостоятельно, или оно не соответствует действительности, оно будет несправедливым. То есть должен быть на высоком уровне страх Божий. Обязательно. Обязательно. И уже исходя из этого. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Спасибо, друзья. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio-ad-slowa.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.